Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Сегодня хочу я немножко поговорить про заточку. Не так давно прочитал я последнюю книжку Кристофера Шварца по заточке. Называется вот она Шарпенет Виз. Книжка очень тоненькая, маленькая. С учетом как бы большого количества иллюстраций, текста в ней не так уж и много. Значит, ну что, для начала я хочу прочитать мой, так сказать, вольный перевод части введения. Насколько я знаю, не существует книг, посвященных заточке столярного инструмента, опубликованных до индустриальной революции. В те времена, когда цивилизованный мир состоял в основном из дерева, ткани и камня и немножко из стали, навык заточки был распространенным, ну почти скучным делом. Умение затачивать в те времена было таким же навыком, как умение пользоваться ножом и вилкой за столом. Да, вы учились делать это. Да, есть много вариантов, как это сделать. В разных культурах держат столовые приборы по-разному. Но, в конце концов, каждый знает, как с этим справиться, не вдаваясь в глубокие раздумья на тему серебряные вилки против стальных. Или какой же оптимальный угол заточки столового ножа для рыбы. К сожалению, когда навык заточки перестал быть распространенным в широких кругах, мы вдруг решили, что заточка – это трудно. И как только это случилось, наша капиталистическая система, книжка американская, стала пичкать нас продуктами, которые «помогут» нам в этом невозможном деле. Ручные рубанки, как и бритвы, получили одноразовые лезвия, которые не нужно точить. Вы просто выбрасываете их, когда они тупятся. От себя добавлю, что строительные ножи с одноразовыми лезвиями распространены до безобразия широко. И вот 99,9% их пользователей не в состоянии заточить обычный нож до такой остроты. Все новые средства для заточки были изобретены для того, чтобы сделать этот процесс быстрее, легче и аккуратнее. Разные приспособления, направляющие и целые станки были изобретены и производятся для того, чтобы уберечь нас от того, чтобы мы просто терли сталь о камень. И в конце концов мы получили то, что заслужили – гуру заточки. Ну, вот такая вот часть введения в заточку от Кристофера Шварца. Вообще говоря, дальше содержание этой книги не столь радикально, как может показаться по введению. Там найдется место и тележкам для заточки, и мокрому точилу, и сухому точилу. Все зависит от того, что вы точите, какой у вас ассортимент, так сказать, того, чего вы затачиваете. В общем, книга весьма и весьма интересная. Издает ее мое любимое издательство Lost Art Press. На русский язык это можно перевести как, скажем так, издательство потерянного искусства. Наверное, покойному Станиславу Говорухину название понравилось. Но он снял в свое время «Россия, которую мы потеряли». В общем, книжка небольшая. Там сто с чем-то страничек, ну вот карманного формата, много иллюстраций. И вообще говоря, на мой взгляд, вот это вот самое простое введение в заточку, и вообще самый простой подход к этому делу. Я имею в виду, что как только вы получите более-менее удовлетворительный результат, но который вас удовлетворяет, вам надо прекращать заниматься заточкой, и надо заниматься тем, что вы будете тупить этот инструмент. То есть, ну, как бы первичная все-таки это работа. А заточка сама для заточки, на мой взгляд, это уже перебор. В общем, ну, кто знает английский, может книжку почитать. Кто не знает, может только облизнуться, начать английский изучать. Дело не сильно вредное. А на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.